Пушкинская карта – это федеральная программа, благодаря которой школьники и студенты от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и концерты. Она была запущена в стране в прошлом году. За это время в Тамбовской области к проекту присоединились 35 тысяч молодых людей. Карту у нас на территории Тамбовской области оформили уже более 60% обучающихся тамбовчан в возрасте от 14 до 22 лет. Практически до 23 лет. Она прекращает действовать, когда молодому человеку или девушке исполняется 23 года. Чтобы оформить карту, по сути, нужен только смартфон или планшет, как у Сони Кузьминой. В ноябре девочке исполнилось 14, а 12 декабря в день конституции на сцене областного правительства она получила свой первый паспорт. А вместе с ним возможность зарегистрироваться на портале госуслуг и оформить пушкинскую карту. Несколько кликов и можно выбирать, где отметить наступление важного этапа жизни – сходить в музей, картинную галерею, театр или, например, кино. Раньше были опции только в музее и всякие галереи на концерты. Недавно появилась еще опция, что мы можем смотреть по ней российские фильмы в кино. Я лично планирую, возможно, сходить в кино по пушкинской карте на выставки. Средства на карту ежегодно зачисляет государство. В этом году лимит пушкинской карты – 5000 рублей, из которых 2000 можно потратить на кинотеатры. Сегодня к программе подключена 71 организация. Это областные и муниципальные учреждения культуры. Кроме того, в проекте участвует и 7 частных, а также одно федеральное учреждение. В числе почти 2000 мероприятий, вошедших в программу, и спектакли из репертуара Тамбовского молодежного театра. Это учреждение было первым среди подключившихся к пушкинской карте. В итоге почти половина из 3000 зрителей последнего фестиваля молодежных театров – «Виват-театр», проходившего в этих стенах, воспользовались пушкинской картой. Мы поставили себе задачу грамотно, своевременно вносить новые мероприятия в наши учреждения, все спектакли, чтобы у всех-всех-всех-всех была такая возможность. И на сегодняшний день действительно определенные плоды приносят эта программа. Мы видим, что в среднем за неделю до полутора тысяч зрителей посещают наш театр именно за деньги этого замечательного проекта. Узнать подробнее о пушкинской карте, мероприятиях и актуальных событиях, которые доступны по программе, можно в социальных сетях. Группы проекта созданы в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова